В Конституционном суде Германии во вторник начинается процесс, который может положить конец существованию самого известного неонацистского движения Европы, Национал-демократической партии. Среди пяти с лишним тысяч членов этой организации, к примеру, те, кто сегодня поджигает приюты для беженцев, ратуя за наведение ФРГ арийских порядков. Впрочем, среди немецких юристов и политиков немало тех, кто к судебному запрету праворадикального движения относится скептически, считая, что демократия должна смириться с тем, что есть в стране и такая партия. Как оценивают в Берлине вероятность запрета НДПГ, узнаем у нашего корреспондента Константина Гальденцвайга. Константин, вам слово. Здравствуйте, Лиза. Примерно 50 на 50, хотя прогнозировать довольно сложно. Дело в том, что за всю послевоенную историю Германии Конституционному суду всего дважды удавалось запретить экстремистские партии. И еще дважды подобные попытки оборачивались неудачей. Согласно основному закону Германии, запретить экстремистскую партию можно, если я процитирую ее цели или действия ее сторонников вредят свободному демократическому строю. Формулировка крайне расплывчатая, однако именно это должен будет установить суд, чтобы распустить НДПГ. Формально прямыми наследниками фашистской НСДАП немецкие национал-демократы не являются, хотя среди них множество и поклонников Гитлера, тоскующих по Третьему Рейху и лозунгам вроде «Германия превыше всего», и тех, кто отрицает Холокост, ну и так далее. Конечно, такое движение находится под самым пристальным вниманием немецких спецслужб, однако именно это внимание в прошлый раз, в 2003 году, уже помешало запретить партию в суде. Дело в том, что среди руководства НДПГ в самой ее верхушке оказалось такое количество осведомителей и агентов немецких спецслужб, что суд счел невозможным объективно оценить деятельность партии. Вот и теперь вправо радикальной партии грозятся уже завтра сразу, чтобы сорвать процесс, выложить на стол тот же козырь, точнее имена порта Геноса, доносивших на своих куда следует. Мы полагаем, что в национальную оппозицию и прежде всего нашу партию по сей день внедрена масса таких людей. Мы живем в государстве, делающем ставку на вербовку в рядах партий доносчиков, агентов и провокаторов. Если будет надо, мы в этот раз готовы раскрыть имена конкретных людей. Вот и обсудим в зале суда, кто в нашей партии чем занимается. Блев это или реальная угроза, но для бундесрата, то есть глав немецких земель, выступивших исцами на этом процессе, как и для всех противников НДПГ, это игра ва-банк. Либо партию, сеющую по их мнению ненависть и вражду со второго раза все же отправят в небытие, или наоборот право радикалов выставят жертвами этой травли, лишь добавив им популярности, которую сейчас НДПГ так не хватает. Ведь в марте сразу в трех федеральных землях выборы для партии, такое внимание прессы сейчас особенно дорого. В последние годы она вовсе не преодолевала 5-процентный барьер. Надеюсь, что вторая попытка запрета НДПГ не обернется опять крахом. Хотя даже теперь главы некоторых земельных МВД отказались ручаться за чистоту собранных против этой партии доказательств. Все это снова чревато катастрофой, которая станет бесплатным рекламным шоу для этих нацистов. Выходит удивительная вещь. Даже среди самых ярых борцов с неонацистами находятся те, кто выступает против запрета НДПГ через суд. Во-первых, мол, это недемократично. Ну, а во-вторых, запретить можно организацию, однако не взгляды ее сторонников, которые просто уйдут в подполье. В результате вопрос, который в иных странах был бы решен звонком из администрации президента, в Германии становится предметом общенационального спора. Что же до вердикта конституционного суда, то он будет вынесен уже 30 апреля. Как нам заявили в самой НДПГ, если партия потерпит поражение, то заклятые борцы с европейской демократией подадут встречный иск уже в Страсбургский суд. Спасибо, Константин Гальденсвай, корреспондент RTVI в Германии. Продолжение следует...